В то время как семьи продолжают оплакивать жертв авиакатастрофы в Эфиопии, международное сообщество требует ответов. Сейчас французские следователи из ведомства по соблюдению безопасности на транспорте изучают данные черных ящиков авиалайнера Boeing 737 MAX 8. Специалисты пытаются выяснить причины крушения, была ли это ошибка пилота, приведшая к фатальной катастрофе, или же техническая неисправность электронных систем самолета. Нужно обратить особое внимание именно на эту деталь расследования, потому что если у вас неисправность программного обеспечения, которое автоматически запускает MCAS, систему улучшения характеристик маневрирования, то пилоты сразу же пытаются исправить положение самолета. Однако неисправная система постоянно дает ошибочные показания, и возможно это мешает экипажу полностью восстановить должное равновесие. Пока идет расследование, самолеты модели Boeing 737 серии MAX 8 уже неделю стоят на приколе по всему миру. Некоторые пилоты сообщают о возникших проблемах в электронной системе Boeing 737 при взлете. По их словам, программное обеспечение слишком резко включается, внося изменения в управление судном. И, вероятно, в критические моменты это может стать опасным. Индонезийские исследователи расшифровали записи с черного ящика Boeing 737 MAX, разбившегося в октябре прошлого года. По их словам, пилоты не знали, как выровнять самолет, и запаниковали. В конце полета казалось, что пилот чувствовал, что больше не может выровнять самолет, и именно тогда возникла паника. Кроме того, сегодня из Адисабебы пришла новость о том, что капитан трагического рейса, 29-летний Ярет Гетачу, не успел пройти полный курс обучения на тренажерах Boeing 737 MAX 8. Его переподготовка была запланирована на конец месяца, а самолет разбился 10 марта. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на коллег эфиопского экипажа. Счет идет на секунды, но ведь нужно время на реакцию, выяснить, в чем проблема. Нашли и исправили. Тратятся секунды в этой конкретной системе программного обеспечения, и это нужно исправить. По словам капитана Денниса Таджера, только после крушения пассажирского авиалайнера Boeing 737 индонезийских авиалиний, в октябре прошлого года унесшего жизни 189 человек, концерн Boeing обнародовал информацию о новой версии программного обеспечения модели MAX 8, известной как MCAS, система улучшения характеристики маневрирования. Мы не были обучены этому и не знали об этом, и мы были не единственными. Нашей компанией American Airlines и, как я понимаю, всем мировым авиакомпаниям, Boeing были представлены руководство по полетам, где не было этой информации. Тогда мы задали несколько серьезных вопросов. Что еще о самолете нам не сообщили? Компания Boeing объявила сегодня, что установит дополнительную сигнализацию в кабинах всех своих самолетов модельного ряда 737 серии MAX 8 и 9, а также модернизирует другие модели пассажирских судов, сообщает издание Financial Times. Эксперты уверены, что сейчас Boeing важно восстановить свою репутацию, а это потребует больших инвестиций. Существует много вариантов, однако я думаю, что самый разумный сценарий развития событий выльется в сотни миллионов или миллиард долларов. В конце концов, это компания, заработавшая около 10 миллиардов долларов в прошлом году. Иными словами, этот процесс будет болезненным, но безопасным с точки зрения будущей конкурентоспособности. Компания несет финансовые потери ежедневно. Так телеканал NBC сообщает о том, что акции Boeing вновь подешевели на вторичном рынке. После новости об участии ФБР в уголовном расследовании процесса сертификации самолетов модели 737 MAX. Санжар Хамидов. Настоящее время. Америка. Вашингтон.